Добрый вечер! Это программа «Дилетант», я ее ведущий Виталий Демарский. Вы, наверное, хорошо знаете, уважаемые слушатели, что наша программа так или иначе связана с журналом, с публикациями в журнале. Известно, что в этом году у нас был специальный номер, посвященный истории эпидемий. Но даже если в журнале, в частности в самом свежем номере, нет ни одного материала, посвященного эпидемии или пандемии коронавирусной, то в любом случае я вас уверяю, что и журналы, и сотрудники журнала даже не ежемесячно, а ежедневно сталкиваются с вопросами и проблемами, связанными с этой эпидемией. В общем, короче говоря, это я пытаюсь обосновать свой сегодняшний визит в музей, вот мы находимся сейчас в музее, Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, и беседуя с замечательным человеком, который управляет вот этим научно-историческим наследием института, так называется отдел, которым руководит доктор биологических наук Юрий Андреевич Мазинг. Юрий Андреевич, добрый вечер! Спасибо, спасибо, что согласились придать участие в нашей программе, я думаю, что должно быть интересно, будем говорить, конечно, об истории эпидемий, вот в таком окружении великих ученых, фотографии которых здесь нас окружают, ну, если говорить об институте экспериментальной медицины, могу сказать, что в первую очередь, конечно, все знают, это Иван Петрович Павлов, да, это, но здесь много других великих, великих людей вокруг нас, но первый вопрос у меня очень практичный, Юрий Андреевич, вот находясь в стенах этого института, этого музея, я могу себя чувствовать в безопасности по отношению к эпидемии? Значит, стопроцентной гарантии, как известно, не дает даже страховой полюс, соответственно, эти стены, хотя они, я люблю это слово, намолены многими, очень многими поколениями ученых, конечно, никакой защиты не обладают. Я вас еще раз перебью, просто чтобы сказать нашим слушателям, что буквально в эти дни, вот, да, буквально через неделю институт будет праздновать свое 130-летие. И основан он еще до революции, в 1890 году, до Ольденбургским. Принцем Александром Петровичем Ольденбургским. Принцем Ольденбургским. Звучит красиво. Ну, так возвращается все-таки. То есть, сами стены не защищают, а ученые. А вы занимаетесь вообще, вот, сегодня институт занимается этой проблемой? Ну, конечно, естественно, это неизбежно, потому что, ну, в первую очередь, для института это главное, это фундаментальное обстоятельство. К сожалению, к сожалению, это долгий процесс. Мы никогда не можем сказать, когда будет сделано открытие, завтра или через 10 лет. Вот, это непредсказуемо. И кто его сделает, тоже неизвестно. Академик или младший лаборант. Понимаете, вот, другое дело, что для того, чтобы осмыслить открытие, конечно, нужно обладать определенными знаниями, уровнями. Здесь вот академиками не зря становятся, видимо, по этой причине. Но, тем не менее, конечно, институту характерны, с самого основания. Всегда это была попытка приложить результаты своих исследований к конкретной практике. И поэтому в институте создана, да, вакцина. Очень оригинальная, интересная. Вот сейчас создана вакцина? Да, 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 да. Создана вакцина, оригинальная, достаточно интересная. К сожалению, вот, ну, зайдите в интернет, посмотрите, Александр Николаевич Суворов, заведующий отделом молекулярной биологии, член-то респондент Академии Минал. Он как раз человек, который это все создавал и создал. Но, к сожалению, вот испытания сейчас остановлены, потому что требуется испытание на живых вирусах, а разрешения не дают. А скажите, я не знаю, если... Остается для меня загадкой, потому что у нас имеется отдел вирусологии, в котором ВОЗ на свои деньги построил специальную лабораторию для работы по гриппу. Ну, по большому счету, ковид от гриппу не очень не дает. Ну, понятно. А скажите, пожалуйста, тогда у меня такой вопрос провокационный, если хотите, но если вам удобно на него отвечать. А не связано ли это с тем, что существует некая конкуренция, скажем так, между разными вакцинами, в том числе отечественными? Ну, конкуренция неизбежна, и это хорошо. Да, я понимаю. Это хорошо. Нет ли здесь преференции, скажем, которые отдаются... Ну, понимаете, конечно, когда деньги большие вложены, то хочется использовать то, на что потрачены деньги. Ну, я уверен, что через год-два все нормализуется и появится. Ну, еще надо прожить эти годы. Ну, проживем. Мы же... Ну, знаете, очень многие сейчас, и я в том числе довелось читать лекцию на 78-м канале на этом. Очень многие сравнивают испанку эпидемии 18-го, 20-го года, тяжелейшую, действительно. Да, она уже слажена, сколько там, 20 миллионов. Да, ну, никто не знает. Никто не знает. Тогда, извините, не как сегодня. Тем более в России... Шелебову тоже никто не знает. Нет, ну все, нет, ну все, нет, 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 нет. Статистика все-таки существует. Другое дело, имея мимо-то недоступ, это другое дело к реальной статье, но она существует. А тогда же ведь в России гражданская война идет, понимаете, что не особо ничего работает. Для меня всегда потрясал тот факт, что в Петрограде в 19-м году возникает вопрос о том, что нужно создать крематорию. Приланируется уставить Новосельского моста, потому что коронить нельзя. То есть вот эта проблема была уже. Та-то связана, конечно, в первую очередь с Испанией. С одной стороны... Ну, там еще для Петрограда еще и голод не дадут. Страшнейший голод. Даже, может быть, страшнее, чем в блокаде, кстати. Единственное отличие, что человек мог уехать. И, соответственно, ну, мы пережили же. Но не всех, извините. Я бы сказал так. Прошу прощения, я по основному образованию биолог, поэтому для меня здесь представления немножко иные. То есть идет к эволюции. Каждый вид платит чем-то, так сказать, ну, прежде всего своей, жизнью своих индивидуумов. Нет, я понимаю, что это такой философско-научный подход. Да, но по-другому. А иначе нельзя. Иначе наукой заниматься нельзя. Иначе наукой заниматься. Понятно. Ну, нет, не буду... Давайте все-таки в истории немножко. Нет, ну, ради бога. Потом еще вернемся к сегодняшнему дню. Много вопросов. Ну, у нас, поскольку все-таки у нас основная наша специализация в истории, то давайте к истории. Вообще, человечество научилось. Вот, слушайте, эпидемии было, ну, их не счесть, да? Я думаю, в истории человечества, конечно. Человечество, ну, в принципе, в большом счете научилось с ними обходиться. Давайте вспомним великого человека Луи Пастера, который первым... Кстати, у нас, вот если возвращаться к истории... У вас же Пастеровская станция была, да? Институт-то возникает на основе Санкт-Петербургской Пастеровской станции, которая находилась на нынешней площади Труда, аккуратно, напротив дворца Великого князя Николая Николаевича, на дворца профсоюзов. Она не сохранилась, но там был ветеринарный лазарет и гвардии конного полка. А принц Санкт-Петербургский командовал гвардейским корпусом. Соответственно, вот он, пользуясь служебным положением, его там сделал. Но очень быстро выяснилось, что... А ему хотелось заниматься наукой. Удивительный человек был, действительно высокообразованный, хотя основное образование, конечно, военное. Это травяные вещи. Ну, военная медицина тоже существует. Нет, ну, она не... Ну, я понимаю. Все-таки он был реальным офицером командового русско-турецкой войны в 1977-1978 году. То есть, бригада и так далее. Значит... Вернемся к посту. Да, да, да. Значит, так вот это... Почему? Человек-химик придумал удивительную вещь. Как защитить от вируса дешевства? Вот... Как его посетил эта идея, никто не знает. Во всяком случае, я не виден, не попадалась. И самое удивительное, что до сих пор другого способа защиты от бешенства... То есть, только то, что придумал процент. Да, умеешь... Вот это привив, который делали. А на них не совсем прививки. Ну, то, что у народа называется прививки. Потому что, понимаете, вот... Почему хотели вакцины называть и так далее. Но мы вводим ослабленный вирус на демагиляцию, да? Который вот синиминутно создает защиту от вот этого попавшего к нам вируса, бешенства, от которого, ну, практически стопроцентный смертный. То есть, если человек заразился, то все, если не делать то, что действительно называется везде прививкой... Значит, и вот на основе этой идеи, что можно, но хотя до этого еще можно вспомнить оспенную вакцину. Потому что и в итоге-то оспы вообще исчезли. А она как раз была у нас в основном? Ну, сам... Это начало 19-го века, да. То есть, даже раньше немножко, да? А где она, кто ее изобрел? В Англии. Отсюда, кстати, вакцина пошла. Пахка – это корова по-латыни. А скажите, а вот, кстати, интересно, ну, начало... Коровье бешенство, скажем. Да, да, да. Начало 19-го века, конец 18-го. Ну, сегодня, понятно, создается вакцина, и она так или иначе, через какое-то время начинает распространяться по миру, да? Если она одна, если их много, то понятно, да. А вот тогда как? Чтобы пропала оспа из жизни человечества, да? Это же должно было по всему миру пройти, да? Значит, это потребовалось практически два века. Для того, чтобы наработать огромное количество этих... Я надеюсь, что с коронавирусом быстрее выйдешь. Ну, да, здесь другая ситуация, конечно. И в итоге, значит, у нас сейчас оспа хранится только в двух лабораториях специальных особых в Соединенных Штатах и Пума. В вашем наше... Нет. Нет, в Солбуне. А зачем ее? Вот зачем хранят? А вдруг что-то вот на всякий случай. Чтобы из нее опять можно сделать конец. Да, конечно. Иначе придется заново все. А с чумой то же самое. Нет, значит, с чумой... С чумой... Чумой... Вопрос, чему закрыли на дебют? Потому что вот создать иммунитет против чины длительный, как вот против оспы, или более красивый пример, конечно, полимелит. Совершенно, поскольку это сделано, опять же, с Мородинцем, как прививка, ассоциирует всегда с уколом, что-то здесь просто подрожает с ел и все. Самое, конечно, для меня всегда, как дедушке, потрясающее то, что когда он завершил исследование, провел все испытания на животных, в том числе на обезьянах, и дальше нужно было переходить к человеку. А дети уже большие. Ну, на детях я понимаю, как испытать, это не проблема, да. На себе тем более. Вопросы привязали. Он на внучке. Вот это, конечно, вот я все время задаю вопрос, мог бы я на своей обезьянке испытать что-то? Потому что ты же не уверен на это? Ну, я могу сказать, что на детях тоже. Я говорю, себе это понятно, да? А на детях тоже. А куда один? А какая разница, дети или... Все равно мы должны перейти к испытаниям начало. Но существуют же какие-то специальные механизмы, процедуры? Естественно. Сначала у нас процедур очень много. Но все равно, когда мы переходим к завершающему этапу, стопроцентной гарантии, что она безопасна, у нас нет. Это понятно. Это, к сожалению. Это понятно. И после того, как он на своей внучке испытал, ну да, ничего, ничего, все нормально, то дальше был испытан новоцином на детях сотрудников руководителя. Ну, добровольно. Это какой год у нас был? Значит, это конец 50-х. А вот это уже в советское время. И это вот та прививка, извините за это слово, если я вам не правильный опыт был. Которую до сих пор делают всем детям, да? Да, да, да. Вот эта тройная, по-моему, прививка, да? Нет, нет, нет. Это АКДС. АКДС, да. Антикор, дифтерит, скролатин. А, да. А полиамелитабринез. Ну, что было страшное заболевание, то есть, ну, у нас-то просто в основном погибали, но вот у меня с детства осталось, мальчик ездит на велосипеде, у него нет рук. А, конечно, углубиться в истории, то есть, в Соединенных Штатах, когда огромное количество, так называемых, железных легких, то есть, это вот стеллажи с людьми, которые до конца жизни лежат и двигаться не могут. И не могут выйти из этого пенара. Потому что за них дышит аппарат. Там специальные зеркала, чтобы они что-то... Ну, дальше начинаются философские, конечно, вопросы. Это не для нашей программы, но, в принципе, можно ли, нужно ли сохранять жизнь вот в таком виде? Я понимаю, что это вопрос, который... С моей точки зрения, все-таки это должно быть решение самого человека. Но вопросы эвтаназии... Вопросы эвтаназии сложные. Очень сложные и, конечно... Какие-то страны пошли по этому пути. Да, 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 да. Но, не знаю, вот у меня... Я думаю, что здесь еще вопрос. Может быть, у меня какая-то, так сказать, христианская православие. Да, я вот тоже думаю. Я думаю, что церковь, конечно... Задумываясь от этого, самоубийство все-таки не должно быть. Ты должен терпеть. Ну, вот... Но, вот, если начинать рассуждать, то, конечно... Я сталкивался с этими ситуациями, к сожалению, в жизни... Ну, давайте, ладно, оставим это на будущее. Да. Для будущих дискуссий. Возвращаясь... Значит, вы нам сказали про ОСПО, по Легалиту... Я вернусь к чуме. Я понимаешь, что чума бодоражит... И к пастеру в этом случае тоже вернусь обязательно. Чума бодоражит воображение человека очень сильно, почему-то... Хотя это далеко не самое страшное заболевание. Это благодаря камеру, который написал... Ну, конечно, страшно было, что... Вот до тех пор, пока не открыли возбудители... Этого заболевания. По-латыни называется Ерсиния Пестис. А мне довело себя работать, вот, когда в отделе паталонической анатомии. Трудился, значит, с его, так сказать, родным братом Ерсиния Псеготуберкулез. Все было с удовольствием. Они очень похожи, но... Псеготуберкулез не смертельная, все-таки, вещь. Там человек, в основном, по-моему, выздоравливает. Ну, тоже интересно там. Ну, это, честно говоря, очень хорошо. Не будем к ним, как сказать. Значит, чума очень быстро убивает человека. Есть несколько ее форм. И вот когда удалось Шабуру Китасатов как раз у Пастера в его институте, который уже был к этому времени создан в Париже, по подписке деньги собирали. Кстати, много довольны России, в том числе и Сантрик и Петя за деньги положил. А Принц на открытии института Огненбургский подарил грекорепную малахитовую вазу. С тех пор она экспормируется там. Ну, и денег тоже дорого. И, конечно, когда возникает, вернусь к Пастеровской станции, возникает потребность все-таки каких-то исследований, то возникает идея создать институт, подобный Пастеровскому в Париже. И он таки создает его при Свято-Троицкой Общине Систерного Осердия. Но тоже понимает, что нужно искать где-то место. И покупает вот участок земли здесь на Академике Павла половину того, что есть сейчас. Потом приходится, по мере развития службы, прикупить еще. Для наших слушателей я хочу только просто уточнить, что это очень большая территория, где сохранилось еще не все, но довольно много интересных домов в стиле модерн и так далее. Библиотека. На данный момент за нами числятся 12 памятников архитектуры Федерального Министерства. То есть, вот, это довольно много. Это много, да. Это хлопот. Это хлопот. Начинаем с ограды. Вот ограда, два этапа реставрации прошло, если приезжаете, то вот остался третий этап еще. Начинаем с ограды того, что памятник архитектуры. Сам парк тоже поменял. И, значит, соответственно, в 1888 году открывается, на самом деле, институт. Строго говоря, мы можем праздновать. 132. Да. Но тогда он по-разному назывался. Идеи экспериментарной института. Ну, говорили чаще всего по институту принца Олимпута. Ну, вот, в конце концов, приходит, приезжает сюда император с супругой, с императрицей. И, да, повелевает применять в казну. То есть, сделать государство. Поставить на государственный бюджет. Да. И самое главное, дозволяет начать без утверждения встава и прочего. Даже без открытий финансирования. Вот ты как, ты затея, ну, ты начинай, да, ты иди сюда. И действительно, ну, вот у нас, когда входишь, первая постройка, которая вас встречает, уникальная совершенно вещь. 1889 года, то есть, за год до официального основания института. Почему уникальная вещь? Потому что это первый в мире пример полной утилизации отходов. То есть, в него ничего не сбрасывалось. Там стоял специальный котел, от которого питались еще и динамы уношения собственные электросеи. Но самое главное, что все стоки конвенционные выпаривались, а сухой остаток сжигался. Идея будет реализована только на острове Белом. В начале 21 века. Абсолютно зеленая технология. То есть, в него ничего не попадало вообще. Да, то есть, в виде пара уходила. Вода там революцировалась, по сути, да. То есть, вот сейчас, скажем, будем этим похвастаться. Да. Соответственно, открыв вот это, так сказать, прежде всего, это, конечно, были задачи решать вопросы, связанные с микробиологией, с бактериологией. Потому что она тогда начинает развиваться, открывает возбудители микроорганизмов очень многих и разных. И институт начинает заниматься сифилисом, начинает заниматься холерой. Потому что в 1892 год, вернее, холерой. Значит, товарищ, что братьев Нобиль обращается с просьбой к принцу. Помогите, потому что приходят из персии холерой, дальше идет вверх по Волге. Ну, в Баку, вот, тяжелая ситуация. Отправляют туда двух членов сотрудников. Создается, соответственно, практическое клиническое отделение. И удается эпидемию купировать. В благодарность за это, Альфред Нобель, которого все знают, жертвует институт 10 тысяч рублей. Это большая сумма. Будем считать, что это первая Нобелевская премия была. Ну, по Нобелевскому. Юрий Анатольевич, мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим нашу программу. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, я, Виталий Дымарский. И у меня сегодня в гостях, я не то говорю, конечно, потому что я сегодня в гостях. Я сегодня в гостях у доктора биологических наук, руководителя отдела научно-исторического наследия Института экспериментальной медицины Российской Академии наук. Нет. Нет? Нет. Ну, Института экспериментальной медицины, этого достаточно. В Санкт-Петербурге Юрия Андреевича Мазинга. Юрий Андреевич, мы остановились на холере, по-моему. Да. Это конец 19 века. И вот только первое такое практическое применение знаний Института происходит в 1892 году на бакинских нефтепромыслах. Настолько удачным, что Альфред Нобель жертвует 10 тысяч рублей Институту. Вот, вот. Еще было сказано, что это первая Нобельская премия получается. Ну да, получается, по сути, первая Нобельская премия, о которой Альфред еще и не знал. Да, да, да. Но тем не менее. Значит, император позволяет пожертвования принять. И дальше Совет Института. Кстати, это прообраз всех научных ученых советов современных, потому что мы были первым в этом плане. Совет Института решает, что вот эти деньги нужно отдать Ивану Петровичу Павлову, потому что ему необходимо расширить отдел в раз, а второе самое главное создать операционную для экспериментальных животных. Потому что все попытки работать, что он потом получит, Нобельскую премию уже настоящую, кончались ничем, потому что собаки умирали. Нужны были оснащения, асептики и так далее. И создается вот эта операционная, которая сохранилась до сих пор, там сохранился даже операционный ствол, на котором он оперировал. И внизу создаются специальные помещения, где собак выхаживают. И после этого опыт начинает получаться. И вот этот знаменитый малый желудочек и так далее. И за что он потом, за эти исследования по физиологии пищеварения, получает реальную Нобелевскую премию. Но началось все опять же с Нобеля. Но началось все с Акфедов. Именно с Акфедов. Значит, соответственно, еще одна удивительная вещь. А можно, если пока мы не ушли от Павла и от Собаки? Нет, я от него не ухожу. А, хорошо. Тогда я просто хочу рассказать о памятнике. Еще, давайте, секундочку. Памятник это сильно позже будет, потом, когда он уже занимался другими. Это же тогда и опашенное молчание. Первый в России сурдокамера. Значит, он, практичный человек был очень, Иван Петрович. Потому что он начинает производство желудочного сока, который продает и покрывает треть расходов отдела. Продается не только в России, а по всему миру, потому что аналогов нет. Вот такого редко. И это характерно для института. Попытка выйти на практику и что-то реализовать, возвращаясь к идее вакцины. Да, да. Но все-таки, значит, это вот действительно в 35-м году, да, открыт памятник научным экспериментам. В 35-м году происходит колоссальное событие. Абсолютно. Здесь у нас в Ленинграде, в Таврическом дворце, открывается конгресс физиологов всего мира. И, естественно, к этому конгрессу, к этому конгрессу, ну, надо было не ударить грязь лицом. И, поскольку главный реализатор этой идеи, проекта, и к нему едут на самом деле, к Павлу, к Ивану Петровичу, соответственно, он проводит несколько идей. Прежде всего, вот эту идею создания памятника собаке, который на самом деле памятник научным экспериментам. И там 4 барельефа бронзовых, над которыми 8 маскаронов разных голов собак, из которых бьет вода. Да, это фонтан. Это фонтан. Это фонтан, который как бы и поилка для собак. Нет, фонтан, поилка для собак. Это другое, да? Это другое. Давайте я вам хотя бы зачитаю одну из надписей. Пусть собака, помощница и друг человека с доисторических времен приносятся в жертву науки, но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда, без ненужного мучительства. Это пишет Павел. Говорит у Павла, но это его выбито вот на барельефе. Давайте еще одну. А вот это очень интересно. Разломав, это тоже Павел. Разломав штукатурку и сделав из нее пористую подстилку, собака подсказала экспериментатору прием, благодаря которому истекающий из искусственного отверстия поджелудочный сок не разъедает брюхо. Иван Павлов. Ну что еще? Вылизывая у своего сородича загноившуюся на шею рану после глубокой операции, собака спасает его от смерти и сохраняет для дальнейших научных исследований. В общем, вот... Тема, это великолепное наблюдение, к чему мы можем теперь сказать, почему это происходит. Потому что в средней собаке создаются высокие концентрации одного из антибактериальных белков, лизоцима. Соответственно, на самом деле, действительно, да, ты поранились, да, типа, лизать руку собаке, если ничего нет. Разве не в истории, Юрий Андреевич, я знаю, я вычитал, конечно, что у вас где стоял и памятник Мендель. Нет, не здесь. В Колтушах. Ну, Колтуши – это тоже мы у нас. Ну, я имею в виду, что вас не обошла борьба с генетикой. Люди говорят, что... И этот бюст или там памятник был снесен, как я понимаю. Значит, бюст был снесен в Колтушах. Ну, к тому времени, когда его сносили, там уже был Леонид Горчарбели, создал уже свой институт, возглавил. Ну, но начинал, Колтуши начинались, как биологическая станция, институт, как они там, и Иван Петрович туда ездил лично, на велосипеде, выбирал место и так далее. То есть, это действительно такое место очень интересное. Ну, генетико-то придушили. Сейчас я, одну секунду. Да, да, извините. Вот, действительно, там стоял Грюс Мунделя. Больше того, там работала младшая сестра моего деда, Розалия Андреевна, младенькая, которая автор первой в мире публикации по генетике поведения. Она работала, к сожалению, не дрозофером. Да, как говорится, муха была неправильная, поэтому ее, значит, пытаются уволить после известных событий в 47-м году, но благодаря защите Леонид Горча не заставляет, но она не выдерживает инфаркта и не умирает. Вот, так сказать, поэтому с Колтушем у меня связаны такие вот семейные некоторые вещи. И, конечно, это коснулось очень сильного института. Может, даже борьба с генетикой, я потом расскажу, как очень забавно ее обходили. Уже при Дмитрии Адреевиче Бирюкове, без которого Бирюкова от нас это не назову подвигать. Но у нас идет, у нас больше касается борьба с Лусиенко. Поскольку, вот мы сейчас готовим книжечку, письмо так называемого 300, скоро она выйдет. И там среди подписантов очень много сотрудников института, и это ему не простили. Прежде всего, его директор Дмитрия Аченна Сома. Его увольняют со всех постов. Правда, потом, так сказать, он все-таки возвращается, создает институт цитологии. Игорь Анатольевич, мы так прыгаем по периодам. Потому что мы заговорили о памятниках, и перешли к Менделю, и теперь уже к борьбе с генетикой. Давайте вернемся в конец 19 века. Все-таки мы с чумой не завершили. Есть у вас удивительная история, как в Возьмите везли. В итоге, чума – серьезная проблема для России, и создается особый орган на государственном уровне, в главе с принцем Магедовским. Комиссия по возвращению чумы в Россию. Называется, как самостоятельно, Камачу. Естественно, комиссия создается, помещалась сначала на Дворцовую набережную, на противовлетворительную саду во дворце Принца и Дунбургской, а потом на тех, как период ее. Но суть была в чем? Нужно было начинать исследование. А для того, чтобы начать исследование, нужна чистая культура метода. И ее как раз в институте Пастера в этот момент уже нашли и выделили. У Принца были очень хорошие отношения с Пастером. Не только с Пастером, но и с многими людьми. С Кохом в том числе. И он посылает директора института Сергея Николаевича Виноградского. Очень известного ученого. Удивительно, что он, эмигрировав, становится почетным членом Академии наук СССР. В 1924 году. Оценка просто настолько высокая. И он эмигрировал, естественно, работал в институте Пастера. Ну, такого члену. Ему создается специальный объект под него. И он едет. Вот этот замечательный поезд. Назывался Северный экспресс. Санкт-Петербург, Варшава, Берлин, Париж. Шел он быстро. И приезжая туда, ему дают... Вообще, культура микробов – это пробирка, на котором залит агар-агар с ковшами. Он застывает. И на нем наносят, специальной платиновой петлей, наносят культуру микробов. Она там живет, и можно перевозить. Но вот, насколько тогда все-таки как-то не очень понимали, насколько страшное может быть заражение, то он ее везет в кармане пиджака. То есть, пробирку, которую можно легко раздавить. Заразиться и так... Ну, ведь ты умрешь, что-то, однозначно в этом случае. Ну, и пока он все приезжает, вот там. Держите вашу чуму. Держите, будет ваша чума. Дальше больше. Ну, начинает исследование. Значит, исследования в чем состоят? Значит, чумой заражает лошадей. Почему лошадей? Чтобы как можно больше сывороцкой крови поручить. Значит, заражают лошадей. Лошади содержатся здесь. Но места здесь мало. Вначале. Поэтому принц не говорит, а что, вот у меня дача напротив, на Каменном острове. А на лодках, на ночь на лодках уводят в его летний дворец. И там их содержат. То есть, вот... Нет осознания. Осознания просто нет. Но следует лабораторное заражение чуму. Когда люди, которые работают на течение дня, естественно, они умирают. И в этом задумывается, да, что так нехорошо. И прежде всего сам принц. И он допивается совершенно уникально. Пожалуй, это первый пример военной корвежи. В России точно. Может быть, и в мире. Когда форт, чумной форт, бывший за штатом Кронстатской крепости, форт императора Александра I, передается Камачу для создания там особой лаборатории. И теперь мы, так сказать, его чаще слышим как чумной форт. И там затратят довольно много денег. И, так сказать, создается мощная инфраструктура, которая позволяет содержать... Ну, иногда там до 100 лошадей доходил. Хочу к форт очень маленький. Я там два раза лазал. Не совсем понимаю, где они их размещали. Прочих животных. Даже северных оленей и верблюдов. Ну, надо же испытать, что лучше заражали там. И создается штат, где постоянно живут люди. Начиная с мочарника и с следовательского состава. Они не заражались? Сейчас мы к этому придем. С следовательского состава, но, естественно, обслуживающим персоналом. В том числе там был свой жандарм. Жандарм? Да, потому что своя телеграфная станция, прачка там, так далее и так далее. Значит, и, соответственно, сообщения с фортом не было никакого. У него был столько свой проходит. Чаще всего его называют микроб, но не совсем так. И ситуация очень простая. Значит, какая-то баржа приходит доставлять. Ну, сено для лошадей, да? Корни, что они имеют, аввес и так далее. Значит, она подходит. Те, кто пригнал баржу, выгружают. Баржа уходит. Только после этого ворота форта открывается и выбирает. Тут никакого контакта. То есть, вот такая полная изоляция была. Но, конечно, соблюдать все правила было соответствующее оснащение. Ну, где-то похожее на то, что вы видите сейчас. Только вот этих масок, к сожалению, еще не было пластиковых. Поэтому работать приходилось без очков. А так все было. Специальные бакилы, специальные калоши резиновые, противочинные костюмы с капюшонами, с прорезями для глаз. То есть, зрелище довольно жутковатое. Конечно. Ну, фотографии есть. Да, фотографии есть. И, к сожалению, действительно, любое заражение исследователя, да и врача тоже, это результат нарушения правил технического безопасности. Ну, так, как ты говоришь, в детей. Я много работал с инфекциями. И, к сожалению, соблюсти невозможно. Ты настолько привыкаешь, неизбежно что-то допускаешь. Два раза я попадался так, но вышел удачно. Не заразился. Меня хорошо учили, что в этом случае делать. И главное, должно быть подготовлено на все. Но соблюсти не удалось. И заражается заведующий особой лабораторией Высаплавович Точиновича Женкевича. Спасти его не дается. Потому что, во-первых, сначала думали, что он просто озноб, куда-то ездил, простудился и так далее. А потом, когда изучали, а он работал один. Что категорически тоже нужно делать. Потому что, наверное, с инфекцией нужно делать. Ну, почему? Один контролирует другого. И говорит, ну, не делай этого. Маску не снимай, но мы с вами говорили. Ну, да, да. Я тоже работал. Ну, потому что места не было. Понятно все. Значит, и потом находят разбитую агатовую ступку, где растет выбитель. По всей видимости, что что-то уронил где-то. Ну, непонятно что. И он умирает. Соответственно, труп увозить нельзя. Поэтому его... А там трупы лошадей сжигали, естественно. Была кремационная печь. И его тоже там сжигали. Скажите, что труп тоже является переносчиком, да? Ну, тогда не знали, что как. Не переносчиком, а носителем, скорее. Да. Потому что он переносить не может. Конечно, любой труп является носителем. Любой патологоанатом работает в защите, потому что иначе нельзя. И прах его в особом уровне хранится в библиотеке Форд. До сих пор? Нет. Форд ликвидирован. К сожалению... Жалко, это можно было на фермузе делать. Значит, дальше, когда Форд в 20-м году ликвидирован был, то прах его перевозится в нашу научную библиотеку. Но! Я долго искал, не мог понять, куда делся. Потому что второго доктора, который... Я расскажу сейчас немножко. Он сохранился. Значит, в конце концов, мне удалось, так сказать, что называется, прижать заведующую библиотеку непривильжимыми фактами. Она призналась, ну, это больше всего раз было. Я говорю, и что, куда вы его дели? Ну, мы, говорит, его похоронили. Где похоронили? Я не отметил. То есть, где-то вот рядом, недалеко, не длительный, и он у нас похоронен. Жалко, потому что, ну, можно было бы на один месяц, как будто бы на форекс, хотя... Можно и так, да. В любом случае, мы его помним, не забываем. И, естественно, никогда не забудем. Эта фигура вошла в историю науки на века. И через два года тоже, так сказать, заражается Милой Федорович Шрейбер, врач, который допускает вот такую технологическую ошибку. Ну, вот, опять же, так сказать, с одной стороны, да, с другой стороны, мы понимаем, что я сам с этим попадался. Значит, раствор с микробом набирается пипеткой, с грушей. Ну, это долго. Ртом быстрее. Значит, соответственно, для того, чтобы... Это вот как бензин перекачивают иногда. Да. Чтобы возбудитель не попал в рот, там ставится ватка. Поэтому все. Но если возбудитель действительно особо опасный, а, чему особо опасна инфекция, то там делается специальная пипетка с расширением, и там ставится две ватки. То есть, если смущится одна, вторая осталась в том, что даже смущенная, она уже опасна. Значит, опять же, так сказать, он не сразу умер, поэтому его успели выяснить, что он-то. И нашли действительно. У него кончились все эти пипетки. А, представляете, выйти из зараженной зоны, это значит, размываться, ну, долго. Раздеваться, переодеваться. Это долго. Он взял простую. И ватка проскочила, он хребнул. И тоже спасти его не удалось. И вот его прах, тоже его, естественно, ожидают. Так же, в общем, там вот его прах хранится в нашей научной библиотеке. И я... Мои молодые годы прошли рядом с ним. Я от него особо теплые чувства испытывал, потому что там, как раз рядом с этой уровень, хранится реферативный журнал, там интернет-то еще не было, да? Поэтому ты же сидишь, выписываешь нужную тебе литературу, потом ее заказываешь и так далее. То есть я там провел, ну, суд. Рядом с ним. Суд. Суд рядом с ним, да. Наушек когда-то был кандидатскую, да. Скажите, Юрий Андреевич, А вот вся эта история, весь этот опыт, это, ну, вот для сегодняшней науки, для сегодняшних ученых ваших, да, скажем, в вашем институте, это просто интересные истории или это необходимый опыт, без которого сегодня очень трудно тоже работать? Или сегодня настолько другие условия, что это, ну, просто интересно? Я не соглашусь с этим. Нет, я спрашиваю. Значит, почему? Потому что любой исследователь, который начинает работать, он должен знать те пути, которые используются в дуни. Во-первых, а. Чтобы не повторять ошибок. Б. Чтобы не использовать то же самое, которое уже использовано, значит, эффекта не принесет, потому что все, что можно было уже получить. Поэтому любое исследование начинается с изучения литературы. То есть, то, что сделали до тебя. Ну, скажем, наверное, так сказать, исследования до бактериальной эпохи, они, конечно, уже исторический интерес представляют, философский какой-то, в этом смысле. А все, что проведено, проведено исследование, и уже, как бы, когда, так сказать, признали, что возбудительной инфекцией является конкретный материальный носитель бактерии, то неизбежно изучение этой литературы. Потому что, во-первых, иногда попадаются очень интересные методические приемы, которые забыли. Это раз. А второе, это то, что действительно мы... Ну, вот история ходит по кругу, скажем так. Точнее, по спирали, конечно. Не по кругу, по спирали. И мы видим, что вот преемственность исследований потрясающая. Она может через 50 лет появиться. Вот, смотрите, вот такая история, вот, возвращаясь уже к сегодняшнему дню, смотрите, вот такая история с этим коронавирусом, с этим ковидом, да? Такое впечатление, что это не только для России, как и для всего человечества, это полная неожиданность. Это абсолютно... И никто не знает, что с этим делать. Да, правильно. А как же вот весь этот опыт предыдущий, он не срабатывает в данном случае? Нет. Значит, предыдущий опыт нам дается для того, чтобы развернуть свое исследование. Потому что это принципиально новое. И этого возбудителя, скорее всего, нет. Ну, так опять же, сто процентов уверенности быть не может, потому что... То есть, новый возбудитель. Недавно была у нас такая коротенькая дискуссия, неформальная. Возвращаясь к испанке, возникла интересная идея. Не было ли это коронавирусом? Не было ли это сочетание вирусом? Нет, там вирус-грифт-то выделено, существует. Но меня спросили, ты видел результаты вскрытия по испанке? Я говорю, нет. Результаты чего? вскрытия. Обскрытия. Потому что по патологинам можно заключить. А, соответственно, а не было ли это сочетание? То есть, коронавирус... Для каждого биолога понят, что коронавирус существует очень давно. Ну да. Почему вот сейчас... Но они разные, эти коронавирусы, да? Этот 19-й там какой-то... Нет, ну это COVID-19, это погода просто. Ну да. Это 2019 год. Нет. Существовало коронавирусов 9 штук. Два года назад я одним из них перепадил. Я случайно знаю о том, потому что просто... А вот эти вот все корови... Не корови вешенства. Нет, это совсем... Это другой. Нет, вот был свиной грипп. Это другой вирус. Это не коронавирус? Нет. Нет. Нет, это другой. Потому что теперь... Больше того, мне, так сказать, подтвердили, что я перебарил коронавирусом, но не типировали его тогда. Не было соответствующих... Это была какая-то разновидность, которая не такая страшная... Нет, ну коронавирус – коронавирус. Все, там ПЦР-ракцию провели, просто не думал, что это коронавирус. А какой из девяти, ну какая разница в разнице. Тем более, что смысла никакого не было. Да, поскольку это тоже обсуждается, но ведь многие считают, что это такое рукотворное. Вы знаете, сомневаюсь я, что это рукотворное. И эта идея возникает регулярно. Опять же, так сказать, стопроцентный карантин. Да, у нас конспирование всегда существует. Но, понимаете, ну все-таки это мало. Мало верно. Что это убежало из лаборатории. Ну, я понимаю, что убежало из лаборатории и так далее. Понимаете, потому что, если в лаборатории что-то удается создать, смысл вадим. Если я создал, то я должен создать к нему защиту. А в агрессивных целях это не возможно? Я и говорю, как оружие я могу использовать, только если у меня будет защита. А, у самого должна быть защита. Естественно. Иначе я не могу использовать. Ну, да. Это безумно. Но, с другой стороны, вы там в первую мировую войну химическое оружие же использовали. По-моему, без защиты. Нет? Ну, Собственное. Сразу появились. Антидоты все. Вот противогаз. Сначала противогаз. Ну, противогаз. Нет, было ничего. Ну, да. Ну, что могу сказать? Очень интересно. Я бы еще просидел часов с вами. Без сомнения. Столько всего еще интересного. И мы обязательно, я думаю, это сделаем. Может быть, найдем другую тему. Я бы хотел... У нас первые исследования по СИФИЛИ, все интересные, когда удается создать это все. И дальше, так сказать, вакцины против курии, против дифтерита, против скарлатины. То есть, это... И это все? У тех ученых очень много можно сказать. И это все, уважаемые слушатели, это все институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, созданный 130 лет назад. И вот свой юбилей, очередной юбилей, отмечающий условия пандемии. Ну, да. По всей виду, юбилей не будет. Ну, в смысле, нам не удастся... Но юбилей, тем не менее, есть. Юбилей, да, есть, но поэтому возникает мысль, что, ну, вот, когда закончится... Мы отметим. Да, мы объявим это годом институт экспериментальной медицины. Следующий год. Спасибо. Я благодарю Юрия Мазинга за эту интересную беседу. Это была программа «Дилетанты». Виталий Демарский. До встречи. Всего доброго. До встречи.